Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова приветствуем вас на нашем канале. И у нас сегодня в студии ректор Русско-Христианской гуманитарной академии Дмитрий Кириллович Богатырёв. Здравствуйте, Дмитрий Кириллович! Здравствуйте, дорогие наши слушатели! А также у нас сегодня в студии Игорь Николаевич Сайцев, заведующий кафедрой теологии факультета философии, богословия и религиоведения РХГА. Итак, друзья, мы с вами собрались, чтобы рассказать о очень приятной новости. 29 июня этого года Русско-Христианская гуманитарная академия получила подтверждение от Национального аккредитационного совета о том, что профессионально-общественная экспертиза, которую РХГА проходила недавно, пройдена успешно. Дмитрий Кириллович, скажите, пожалуйста, поподробнее и о тех программах, которые вы представляли на аккредитацию, и в чём была задача этой акции? Ну, во-первых, я хотел поздравить всех выпускников РХГА, студентов, преподавателей о том, что вот всё-таки процедура профессионально-общественной аккредитации успешно завершилась. Так символично, 29 июня мы тоже, дата, когда мы на свою первую лицензию ещё в 90-е годы получили, ну, так произошло. Надо сказать, что у нас много раз мы проходили уже государственную аккредитацию. Это профессионально-общественная, это вот такие вот веяния времени, потому что, ну, часто вот в Европе, в США там в основном так вот проходит. И это свидетельство признания не просто государством, а профессиональным сообществом. Это очень важно, коллеги, потому что, ну, надо сказать, что начиная с 13-го года, когда было принято новое законодательство об образовании в Российской Федерации, к сожалению, процедуры аккредитации не улучшились. Они стали более формальными и менее содержательными. И, собственно, проверялось не качество, по большому счёту, образовательных программ, а соответствие документов тому, что требует государство. Я могу об этом говорить, поскольку всё-таки опять аккредитации прошёл в должности ректора. И вот профессионально-общественная аккредитация, она в определённом смысле восполняет этот недостаток. Собственно, многие говорили об этом недостатке государственной аккредитации. Она сейчас, напомню, у РХГ уже бессрочной стала. И вот команда, которая приехала, кстати, это те люди, которые разрабатывали наиболее интересные варианты государственной аккредитации. Вот Геворкян, Болото, вот эта вот команда, Наводнов, Национальный аккредит-центр. У нас несколько фирм занимаются этими вопросами, но это самое известное и признанное в России и за рубежом. Ну, у них дали очень оценки. И вы спросили, почему вот мы... А вот нам интересный такой взгляд был со стороны, на нас со стороны, ну, как эксперты вот это вот оценивают. Потому что, ну, как государство нас оценивает, мы себе представляем. Вот соответствует, не соответствует, запятая есть, запятая нет, компетенция соблюдена, компетенция не соблюдена. Здесь такой вот все-таки более целостный взгляд, как бы мы окунулись назад вот в нулевые годы. Ну, и потом все-таки эксперты очень авторитетные приезжали. Мы не все программы, да. Я вот вторую часть вашего вопроса, Кира Владиславовна. Не все, но наиболее, скажем так, что ли, продвинутые в части научных наших достижений. Это вот программы по философии, по религиоведению, по культурологии. Ну, оценки самые высокие. Шесть лет, максимальный срок аккредитации. И практически не было серьезных замечаний. Нам это приятно. И мне кажется, это важно знать и слышать нашим амбитуриентам потенциальным. Ну, и потом все-таки РХГА, получается, это первый вуз в Санкт-Петербурге, который по этим позициям прошел профессиональную общественную аккредитацию. Да, может быть, кстати, и в России. Я просто не уточнял, потому что, ну, не так... Ну, по крайней мере, среди частных вузов это точно, да. Ну, государственные не знают. Но я позволю себе добавить, что были аккредитованы практически все уровни образования по этим программам. Это и бакалавриаты, и магистрские программы, и программы аспирантуры. И от себя добавлю, что, вот как Дмитрий Кириллов сказал, что государственная аккредитация действительно подразумевает проверку формальных требований. А здесь аккредитационная комиссия приезжала в РХГА, общалась и с руководителями, и с преподавателями, очень много говорила со студентами. То есть речь шла действительно не только о том, насколько высокое качество образования в РХГА, но и, что очень важно, каковы профессиональные коммуникации в этой сфере. И вот я сейчас спрошу у Игоря Николаевича, насколько я понимаю, профессиональная аккредитация – это как раз то, что присутствует во всем остальном мире. То есть обычно как раз учебные заведения проходят именно профессиональную аккредитацию с точки зрения профессиональных, научных, образовательных требований среды. Пожалуйста, Игорь Николаевич. Спасибо большое. Да, действительно, я просто добавлю к словам коллег чуть-чуть контекста, почему мы так рады этой аккредитации. Потому что большой шаг назад наука вообще возникает как такой большой коллективный проект. В каком-то смысле это такое большое цеховое объединение ученых, которые, собственно говоря, своим сообществом устанавливают нормы, правила, требования к уровням образования. И то, что мы прошли такого рода аккредитацию, которая как раз зависит от именно других профессионалов, не от чиновников министерства со всей любовью к этим замечательным людям, а именно от профессионалов, вот это особенно ценно. И действительно, мы тем самым присоединяемся, в общем-то, к такому нормальному исходному духу ученого сообщества и надеемся, что мы продолжим нести этот дух нашим студентам, нашим аспирантам на всех уровнях образования. Спасибо. Спасибо.